Говорят, если не делал шпаргалки в институте, значит не был настоящим студентом. Проверим, работает ли эта традиция сейчас. Шпаргалки делаете? Конечно. А какие? Текстовые. Ну, на стикерах там каких-нибудь. Когда записываешь, всё равно лучше запоминается. Когда в вопросе это попадается, ты знаешь ответ, и, соответственно, списывать тебе не нужно, потому что ты запомнил это. А шпаргалки делаете? Нет. Почему? Только сам. Зачем шпаргалки нужны? Группа людей сейчас, попробуем у них спросить, наверное, к экзамену готовятся. Шпаргалками пользуетесь? Нет. Какими же? Нет. Только вот самая главная шпаргалка – это мозг. На самом деле, мы же не пользуемся. Просто когда пишем шпаргалки, голове всё отлично откладывается. И это неотъемлемая часть нашего обучения. Будем верить, что шпаргалки помогут. Какие шпаргалки делаете? Все. Телефон, книги, методички распихал вообще по всей одежде, просто куда мог. Шпаргалки маленькие такие, гармошечки. Километровые гармошки, кружочки или мини-прямоугольники – все эти способы объединяет то, что пишут студенты их от руки, а значит, запоминают материал. Телефоны тоже в ходу, но некоторые преподаватели не допустят даже к экзаменационным билетам, пока не оставишь на входе все гаджеты. А потому студенты изощряются и прячут шпоры в самых неожиданных местах. Еще в школе меня увидели мою шпаргалку, и поэтому я решил более прогрессировать, усложнить, чтобы они были более незаметны. Вот придумал много способов, которые, ну, правда, работают. Евгений Панасенко – студент четвертого курса. В деле изготовления и использования шпаргалок – настоящий ас. После школы не попадался ни разу. Сам стал автором нескольких ноу-хау. Запоминайте. Если на экзамене преподаватель разрешает подложить тетрадку под листочек, чтобы было удобнее писать тетрадку, можно использовать как шпаргалку. Просто выдавливаем все формулы на обложке тетрадки. Если преподаватель разрешает пользоваться на экзамене калькулятором, то шпаргалки можно выцарапать прямо на нем. На экзамен мы одеваемся прилично, поэтому галстук можно использовать тоже как шпаргалку. Если вам нужно спрятать какие-то только основные формулы, их немного, их можно спрятать под кольцо. Еще один вариант шпаргалок. Можно вставить шпаргалку в прозрачную ручку. Нужно вырезать листочек по размеру ручки. Пишем необходимую информацию. Накручиваем на стержень. Вставляем стержень обратно. Закручиваем. Тут видно нашу форму. Шпаргалку можно спрятать в часы. Разбираем часы. Берем циферблат. Обводим его. Вырезаем. На ней пишем нашу форму. Вставляем бумажку за место нашего циферблата. Это логично, что все списывают. Невозможно все запомнить. Преподаватели в основном понимают. Они просто говорят, шпора, убери ее. И давай думай сам. Сильно такого не бывает, что за шпаргалок из экзамена выгоняют. А некоторые преподаватели не только не выгоняют, но и устраивают конкурс на лучшую шпаргалку. Валентина Александровна Кратасюк уже больше 10 лет коллекционирует необычные экземпляры студенческих бомбочек. Искусство изготовления шпаргалок связано с двумя моментами. С одной стороны, вы должны зафиксировать тот материал, сложный материал, который дается на лекциях. А второй момент состоит в том, чтобы затеять игру с преподавателем. То есть крыть эту шпаргалку таким образом, чтобы преподаватель не увидел. Преподаватель биофизики поражается изобретательности своих студентов. Они прячут подсказки под лекарства и медицинские маски, жертвуют сладостями, извлекают шпоры из рукава, вплетают в волосы и закладывают в косметику, и даже устраивают ей презентации списывательных изобретений. В этом году на конкурсе победила шпаргалка студента биофизики Ильи Путилина. Парень придумал фокус и заработал себе дополнительные очки. А можно даже взять и нестандартно себя повести, сказать, о какой молодец. Видите, как готовился к экзамену? Шпаргалки приготовил, все изучил и так далее. А потом преподавателю очень трудно обмануть. Они приходят, и задаешь вопросы, сразу понятно, читал, не читал. Ну а раз писал шпаргалки, значит, точно читал. Прониклись уважением к студенческой смекалке и пониманию преподавателей. Виктория Лазарева, Константин Фролов и Илья Заречный.